Когда нерка идет на нерес, территория Южно-Камчатского федерального заказника превращается в настоящее царство лососей и медведей. Река Озерная и озеро Курильское превращаются в зону особого внимания. Но запах рыбы привлекает не только косолапых. Пять дней жители поселка Озерновский незаконно рыбачили и охотились на особо охраняемой территории. Сотрудники госинспекции обнаружили их во время патрулирования границ заказника. За вооруженными мужчинами почти три дня наблюдали из засады. И вот было принято решение о задержании. Главное преимущество инспекторов – неожиданность. Браконьеров взяли с поличным. Они обрабатывали икру на поляне возле реки Озерная. После длительного наблюдения в течение трех суток было принято решение к задержанию. В задержанных было обнаружено большое количество капканов, патронов, охотничье ружье, несколько килограмм икры и девять хвостов вяленой рыбы. В сети инспекторов попали нарушители с уголовным прошлым. Один из задержанных был неоднократно судим за грабеж. Во время допроса мужчины уверяли, что криминальную рыбалку вели исключительно для себя. Но цель нарушителей не только рыба. Вокруг поляны и близ воды они расставили петли. В августе этого года на территории заказника в таких ловушках уже находили медведей. Причем сразу двух в один день. Тогда браконьеров задержали прямо над тушей одного из животных. В ближайших местах, где медведя и пачка, стоят петли на медведе. И медведь прогуливаясь по берегу в поисках рыбы, попадает в петлю, после чего его просто отстреливают, отрезают лапы и желчки. После осмотра и составления необходимых документов сотрудники государственной инспекции заповедника передали нарушителей в руки милиции. Принято постановление о возбуждении уголовного дела. Но по словам главного инспектора Кранотского заповедника, на границах заказника браконьерские бригады все еще продолжают свой черный промысел. Анна Григоренко, Денис Алексеев. Новости на телеканале Причал.